Привет, вы смотрите Атветикус. Астроном Дэвид Корнерик не так давно предположил, что только в известной нам вселенной находится примерно 100 актиллионов звезд. 100 актиллионов — это единицы и 29 нулей. А в Университете Гавайев решили сосчитать количество песчинок на Земле. Это весь песок, который есть в пустынях, пляжах и детских песочницах в ваших дворах. У них получилось 7,5 квинтиллионов. Квинтиллионы — это единицы с 18 нулями. Другими словами, звезд только в известной вселенной примерно в 12 миллиардов раз больше, чем песчинок на Земле. Еще совсем недавно люди считали, что Земля плоская, стоит на трех слонах или трех китах. Но даже после того, как люди поняли, что Земля — это круглая планета, еще довольно долго считалось, что она уникальна, и больше планет, кроме Солнечной системы, нигде нет. Но совсем недавно астрономы нашли способ находить планеты у других звезд. И началась череда открытий. На весь мир стало известно о планетах-двойниках Земли, которые называются Кеплер-22b и Кеплер-186f. Они находятся у ближайших к нам звезд на расстоянии 500 и 600 световых лет. По меркам космических расстояний это очень близко. Планеты находятся в так называемой зоне жизни вокруг своих звезд. Зона жизни — это пространство около звезды, где у планеты может находиться вода в жидкой форме и поддерживаться температура, оптимальная для существования биологических процессов. Астрономы полагают, что там запросто может существовать жизнь. По последним подсчетам, в одной только нашей скромной галактике Млечный Путь, таких планет, как Земля, Кеплер-22b и Кеплер-22b, Вы понимаете, что это значит? В научном мире ни у кого нет сомнений, что жизнь существует на других планетах. Основная задача науки сейчас — это разобраться, как именно возникает жизнь. Ведь если мы разгадаем эту загадку, то станет гораздо легче понять, где именно ее искать. Но может быть иная жизнь уже нашла нас? В одном из предыдущих видео, где мы вместе пытались представить, как может выглядеть жизнь на другой планете, я рассказал вам историю об исчезновении австралийского летчика Фредерика Валентича и его самолета. Не так давно мне стало известно о еще более невероятном происшествии, которое вошло в мировую историю загадочных явлений. Скажу заранее, я очень скептически отношусь к таким вещам и разделяю мнение многих специалистов, которые считают, что так называемые аномальные явления — это либо неправильно интерпретированные природные феномены, либо фантазии людей с не очень здоровой психикой. Однако есть несколько историй, которые ставят в тупик даже ученых и заставляют задуматься о таких историях всерьез. 6 апреля 1966 года в австралийском Мельбурне было самое обычное утро. Но в районе 11 часов в районе Вестел, которое находится на западе города, произошло то, что вряд ли можно назвать обычным. Около 200 учеников школы, несколько учителей, а также жители этого района наблюдали, как над школой пролетел НЛО в форме диска и совершил посадку в парке, который находится в 500 метрах к югу от школы. Туда сразу же побежало несколько десятков ребят, и многие увидели аппарат на земле, то, как он взлетел и скрылся в небе. История привлекла невероятное внимание прессы. Вышли десятки газетных статей, к расследованию подключилось местное телевидение. Но буквально на следующий день в школе появились военные, и люди в штатском, и очень жестко потребовали, чтобы люди прекратили об этом рассказывать. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. История все равно жива, про нее написана не одна книга, и снят не один документальный фильм. В 2006 году десятки учеников этой школы собрались вместе, чтобы отметить 40-летний юбилей этого события. Мне посчастливилось жить недалеко от этого места, и поэтому сегодня мы с вами там побываем. Увидим все своими глазами и попробуем представить, как это было на самом деле. Итак, мы отправляемся в Эстл. В наши дни Вестл – это самый обычный спальный район. Но в середине 60-х годов это была довольно удаленная от города территория. И те участки, на которых сейчас построены дома, были в основном полями и лесополосами. Школа находится совсем рядом, на расстоянии всего около 300 метров от станции. Вот мы и добрались. Сейчас здесь, правда, уже не школа, а колледж. Но кроме того, что поля вокруг стали застроены домами, мало что изменилось. За школой все так же находится спортивное поле, где более 200 человек увидели то, что мы называем НЛО. Вот сейчас я нахожусь на той самой площадке, где дети заметили объект. Медленно пролетев над школой, аппарат продолжил двигаться, снижаясь в южном направлении. А теперь мы подойдем к тому месту, где Виктор Закруженный видел два аппарата, которые совершили посадку. Я не оговорился. Виктор утверждает, что видел два аппарата на земле прямо за школьным забором. Домов здесь тогда не было, а было просто обычное поле. Я не очень верю показаниям Закружного, так как кроме него никто аппарат возле школы не видел. И все как один утверждают, что он сел за деревьями возле вон того парка, который называется Гранж. Туда мы и пойдем. Когда я дошел до места, я с удивлением увидел детскую игровую площадку, которая была посвящена тому событию. При входе стояла мемориальная табличка, на которой были написаны свидетельства очевидцев. Была здесь и детская горка в форме летающей тарелки. Я заметил пару странных вещей. Деревья почему-то росли странно, изгибаясь в сторону центра площадки. И еще у меня почему-то отказался работать навигатор в телефоне. Он уверенно показывал, что я все еще возле школы. Я подумал, а может быть у тех ребят на НЛО тоже перестал работать навигатор, и они сели в этом месте, чтобы разобраться в чем дело. Ладно, я шучу. Пойдем к тому месту, где именно по показаниям очевидцев сел аппарат. Оно находится примерно в 100 метрах от этой площадки на поляне. Ну вот мы и добрались до того места, где произошла эта история. Я нашел фотографию из этого места, сделанную через два дня после этого происшествия. Вот так оно выглядело. Только тогда на этом месте не было кустарника, было обычное ровное поле. Ну а мне, как инженеру, который занимался большую часть своей жизни изучением авиационной и космической техники, стала интересна другая сторона этой истории. За четыре дня до этого происшествия один из жителей Мельбурна сфотографировал над своим районом аппарат, который напоминает то, что видели в Вестеле. А за два дня до Вестела с другим человеком по имени Рон Салливан произошла странная история. Рон ехал на своем автомобиле ночью в окрестностях Мельбурна. Внезапно он увидел странный светящийся аппарат рядом с дорогой. Он остановился и заметил, что свет в фар его машины вдруг изогнулся с резким углом в сторону этого аппарата. Рон развернулся и в панике уехал с этого места. Многие очевидцы так называемых НЛО сообщают, что они видели странные вещи, которые происходили с лучами света, наподобие того, что видел Рон. Также многие рассказывают, что вблизи этих объектов по-другому шло время. Но нашей земной науке пока совершенно неизвестно, как можно изгибать световые лучи под резкими углами и изменять ход времени. Для земной техники это просто невозможно. Известно, что единственная сила, которая может отклонять луч света и взаимодействовать со временем, это гравитация. Когда луч света проходит вблизи тяжелой звезды, он может изменять направление под действием ее притяжения. Иными словами, можно предположить, что гости из Вестала могут управлять структурой пространства и времени. И, следовательно, перемещаться в нем так, как им захочется. А не это ли то, к чему стремится человек? Люди всегда пытались попасть в новые места. А попасть в другие миры, к другим звездам можно только единственным способом. Это прогнуть под себя пространство и время. Долететь туда на ракете, сжигая топливо, это просто смешно. Так никогда не преодолеть ту бездну, которая отделяет нас даже от ближайшей звезды. Но что касается нас, землян, думаю, что даже если они к нам прилетят и подарят такой аппарат, то мы вряд ли сможем с ним что-то сделать. Ведь мы даже толком не понимаем, что такое гравитация. Не говоря уже о том, как ей управлять и что она может. Наверное, это все равно, что подарить неандертальцу реактивный Боинг. Что для нас означает вся эта история? Я думаю, что даже если в тот день ничего не произошло, то этот случай, тем не менее, помогает нам осознать тот факт, что мы всего лишь песчинка перед величием тех сил и процессов, которые наверняка существуют во Вселенной. Но если это правда, то зачем им понадобилось показывать себя перед детьми? Не проще ли было прилететь, скажем, к президенту США в Белый дом? Мне кажется, что ключ здесь в том, что они слишком хорошо знают нас и понимают, что никакой доброй реакции с нашей стороны не ожидается. А дети, с другой стороны, с их открытостью и без агрессии готовы принимать то, что взрослым кажется полным абсурдом. А может быть и действительно существует некий закон как в фантастических фильмах, который запрещает вмешиваться кардинально в процессы развития, происходящие на других планетах? А может быть задача всех этих странных визитов всего лишь подтолкнуть нас к тому, чтобы мы самостоятельно искали ответы? Теперь небольшой анонс. В ближайших выпусках я расскажу вам, что ученые думают о телепортации. Также мы побываем в научном центре, который располагает ускорителем элементарных частиц. Это такая штука наподобие большого андроиного коллайдера. Попробуем узнать у ученых, когда они разгадают загадки гравитации устройства пространства. Как всегда, ставьте лайк, если вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на мой канал и, конечно, смотрите мои другие видео. Увидимся совсем скоро. Пока! Интересно, много ли сейчас необитаемых островов и почему там никто не живет? Итак, мой топ 10 необитаемых островов. Номер 1. Остров Кунашима. Находится в 3 километрах от японского берега. Известен тем, что буквально кишит...